Мы приветствуем Роланда и интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свой биополе на период сеанса. Да, он доверит. У него на ногах что-то одето, он постоянно прыгает, как в скачках каких-то, и на голове такая большая конструкция, которая крутится. Хорошо, посмотрим, кто сейчас притянется. Ну, внизу без. Без, хорошо. Дальше хамелеон. Хамелеон. В спине дракон. Три целлоид и два Грея. Как давно их не видели. Грея радуется встрече уже нашей, да, Грея? У нас с вами особая связь. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Перед тем, как мы начнем, скэнер. Отключи эту конструкцию над головой Роланда. Полностью были... Грея говорят, что у них нет с нами связи. Понятно. Хорошо, я согласен с этим. Итак, отключи, пожалуйста, эту конструкцию над головой. Выведи конструкцию рептилоида и Грея из биополя полностью. Отключай ее и Влад разрежь на ногах. То, что находится там, бес привязал. Это обувь. И это обувь. Слетает с его ног. Отправляю в клетку тюрьму. Бес сапожник у нас, да? Какой у нас бес? Восемь. Сколько находился в биополе бес? Два с половиной года. В квартире ты присутствуешь? Есть я там. Хорошо. Хамелеон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Находишься? Три месяца. С квартирой ты не связан? Нет. Какой у нас синий дракон? Двадцать семь. Тридцать один. Сколько ты находишься в биополе? Тридцать четыре месяца. Тридцать четыре месяца. Какой у нас рептилоид, Вера? Восемьдесят два. Ты лаборант? Лаборант. Сколько вы находитесь в биополе с Греем? Последние два года. Два. И семь месяцев конструкция. Конструкция вышла. Скэнер отключил ее. Отправляю ее в клетку тюрьму. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Роланда спрессирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Программ негативных мыслей фор. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Роланду. И конструкция Греев. И к этой обуви Беса. Возвращается все негативное патогенное, что они послали Роланду. Скэнер, проверь, пожалуйста, полниту души Роланда на настоящий момент. Стал. Хорошо. Одной проблемой меньше. Реверс закончился. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Роланда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Обращаюсь к Греем, пока идет реверс. Какая цель вашей подключки? Когда есть лаборант. Цель всегда эксперимента. Вот я и спрашиваю, какая цель вашего эксперимента? Если ты посмотришь на конструкцию, она многослойная. Каждый слой передвигается в своем направлении. Направление может быть разное. Где-то есть точка состыковки. Эта точка состыковки всегда разная по нескольким слоям. Она влияет на развитие настроения и чувства человека. Вы меняли настроение и чувства человека? Мы экспериментировали в разных точках и слоями. И как выражалась эта ситуация? Опиши ситуацию. Человек пребывает в нормальном настроении. И что случается, когда вы включаете конструкцию с точками соприкосновения? Что он делает? Это разные моменты эксперимента. Например, он сильно счастлив, доволен и радостен. Мы бы сказали, что радостен, когда выплескивается определенная энергия. Потом он бывает в другой стадии. Стадия осмысления, размышления, ухода в себя, анализа. Пик мозга, до которого он может дойти, используя свои извилины на определенном уровне развития. А кто управляет этим процессом перемены? Лаборант. Лаборант. Хорошо. Управляет нашей конструкцией. Хорошо. Мы же ее проверяем, усовершенствуем, дополняем. Это ваша новая разработка или это старая? Уменьшенная копия подключки для всего биоробота перешла только на верхнюю часть головы. И подключки идут через верхнюю чакру и мозговой центр шеи, мужичок, шишковидная железа. И туда вы добрались. Хорошо. Реверс закончился, Вера? Да. Начинаем тогда с Биэса. Биэс, выходи, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил. У тебя есть что-то еще, кроме этой убы? Было что-то? Он пылинки сдувает и натирает кроссовочки. В клетке? Да. Хорошо. Натиратель кроссов. А ну да же, он сапожник. Ничего не осталось у него. Ну так и ответь мне сразу, что это мое время-то? Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? Сердечная чакра? Ниже. Ниже, живот, значит, да? Как он тебя ощущает? Живот. Как он тебя ощущал? Какие проблемы ты ему доставлял? Дискомфорт какой? Пока только покалывание редкое. А, три месяца ты только сидел. Понятно. Дальше бы началась веселая картина. Все снял. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Готов. И рептилоид игры. Что-нибудь осталось на вашей частоте, что мы еще не вытащили? Да, микрочипы. Хорошо, микрочипы подсвечиваются сейчас. Скэнер видит их? Да, это точки, которые они перечислены, плюс спинная маска. Выводи их из строя, просканируй, что ты их в следующий раз находил. Это новая их подключка. И выводи эти все чипы из его биополя. Отключай и выводи. Готово. Отправляй в клетку тюрьму. Даю команду на рассинхронизацию Роланда с Бесом, Хамелеоном, Синим Драконом, Рептилоидом, Греями и их конструкцией. Вместе с чипами. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Готово. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Роланду, помогая моей энергией осыгнуть ему все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Синий Дракон, ты присутствуешь в квартире? Да, из плата. Хорошо. Рептилоид Грей, что у вас стоит в квартире? Мы сделали пульт управления из картины, которая висит на стене. Она похожа на чешую. Значит, это все, и конструкция в квартире находится? Пульт управления небольшой, который подсоединен, чтобы не находиться постоянно. Ага. Пульт управления в квартире. Записал. Хорошо. Значит, тогда я сейчас Синего Дракона и Беса. Я открою вам, каждому сейчас канал в квартиру. Портал. Вы пойдете в квартиру, соберете, снимете все, что вы оставили в этой квартире. Я приду, проверю. Бес мне покажет еще все порталы, которые находятся в квартире. После этого я могу собрать Бесу Негатив в дорогу со всей квартиры. Устраивает? Устраивает. И всех отпускаю потом на их чистоту. Открывается два портала в квартиру Роланда. В один идет Бес, во второй идет Синий Дракон. Закрывая печатая, растворяя оба канала портала. Хамелеон, ты готов уходить? Готов. Больше не приходи. Я буду проверять. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Хамелеона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Я прошу Лиева идти со мной на связь. Сегодня Кольт будет собирать все. Он потом объяснит. Без проблем. Хорошо. Кольт у меня здесь рептилоид, 82-й лаборант и два Грея. Конструкция была в человеке. Мы все вытащили. Все, что там можно было вытащить. В квартире, правда, осталось. Если ты их заберешь, мы сами сможем все убрать. Посмотри, пожалуйста. Мы заберем их и конструкцию заберем тоже. Благодарю тебя. Там какие-то новые микро-микро-чипы у них появились. Мы только с третьей попытки их нашли. Перед этим в лабораторию они разберутся. Благодарю тебя. Все забрали. Поехали по частотам. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Роланд. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно себя чувствую. Понял для себя, что гармония души и физические нагрузки очень важны. Должны быть в балансе. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Роланда в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. На 4 появляется перед тобой тонкая копия кота Мамбо. Котик Мамбо стоит перед нами. Да, он здесь. Привет, мой кончик. Мы пришли тебя почистить. Тебе мешали здесь интерференты? Он мелукает и хвост как-то кверху поднимает. Ну да, конечно, он нас приветствует. Хорошо, сейчас я тебя почищу, все уберу и заправлю тебя твоими энергиями. Включая внутренний белый свет Мамбо, этим светом выдалит из себя все негативное патогенное, низкоабрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ним шар. С него воспоминания выходят. Он помнит себя с детства и маму помнит. А что, воспоминания ему мешали в жизни или что? Они вокруг него, они накоплены. Если ему мешает, значит, он выйдет. Если не мешает, не выйдет. Шар вышел. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяя. В макушку головы Мамбо начинает поступать. Необходимо ему количество кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет котика. Чистота его вибраций поднимается до комфортного уровня Мамбо. Он как приветствует эти энергии. Мурлык они нравятся им. Ну, конечно. Это его родные энергии. Он их знает. Отлично. Он еще маленький, поэтому он еще, может быть, и помнит. Тебе защита нужна. Энергия делает его большим. Куда уже больше. Ты сейчас вырастешь такого в тигра огромного еще через годик. Ты же Майкун, самый большой кот, который есть. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Мамбо. Как ты себя чувствуешь сейчас? Он сильно внутри себя чувствует. Ты хочешь что-то передать хозяину? Может, у тебя есть какие-то пожелания? Я передам его. Может, тебе что-то хочется, а он тебя не понимает? Он себя чувствует наравне с людьми. Поэтому, если его обижают или относятся по-другому, чем к человеку, он не понимает этого. Он член семьи и на равных. Он не домашнее животное. Он член семьи. Хорошо, мы это еще раз передадим, если хозяин не понял, что ты полноценный, равноправный член семьи. Он понял, но дальше он хочет, чтобы так же было. Его нельзя обижать и делать ниже. Он не понимает этого, ему очень обидно будет. Хорошо, мамба, я обещаю тебе, я передам эти слова твои хозяину, и он измерит свое отношение к тебе. Больше никаких желаний нет? Он показывает, что у него есть вот этот свет и сила внутри, и вот этот свет и сила затронут, если он будет обижен. Поэтому он так переживает за это, 7 час и передает это. Хорошо, мамба, я тебе обещаю, я передам хозяину, он больше никогда не будет даже специально или не специально тебя обижать. Я больше чем уверен, ты полноправный член семьи, я тебя подтверждаю. Все? Больше никаких пожеланий? Отлично. Хорошо, возвращаем тонкую копию мамбу в его систему Биоробот Душа. Он синхронизируется, гармонизируется со своими тонкими телами. Котикам всегда есть что сказать. Продолжение следует...